всем пламенный привет сегодня новый день я уже на работе и хотела вам кое-что рассказать но сначала начну с того что вчера была фотосессия у меня был безумный smoky ice и я его смывала минут 20 у меня ушло пол пачки в таких ватных дисков причем я сначала гидрофильным маслом потом пенкой терла глаза потом смывала диском с маслом я не представляю как девчонки которые каждый день ярко красит этом с черными карандашами с подводкой мне кажется можно таким методом убить кожу вокруг глаз просто за пару лет максим и теперь новость дня очень смешная очень очень страшно представьте мне позвонили с билайна говорят вот там ля-ля-ля билан там развитие связи мы организуем блога тур то есть оплачиваем экскурсионную поддержку блогеров на курорт я уже так обрадовалась уже сижу на стульчике прыгать на юрза думаю ну блин а куда же это куда может си шел такая и куда ответ в чечне боже блин это вообще потрясающе я же как раз ждала когда меня проголосали чечне это же офигенно поехать в гости к бэйвикам попасть в плен что еще там можно я не знаю у меня честно говоря в памяти живые жуткие вот эти новости военных действий в чечне когда там очень много людей гибло хотя она говорит что девушка которая общалась у вас будет так нравится всем она говорит да не волнуйся вас там будут охранять все пройдет по высшему уровню ну блин охранять это же не конечный результат то есть это попытка охранять но не факт что она увенчается успех ездила по делам сейчас нахожусь центре города немножко вам покажу весенний краснодар это у нас улица красная вот она приходит центральная и она вся засажена цветами очень красиво мне на красный свет вот она стадное чувство тетечка пошла сзади меня я пошла вот цвета все здесь али мужики ходят и вот тут вот с двух сторон лавочке можно посидеть на самом деле красная идет очень-очень далеко несколько километров и на выходные и перекрывать из машины не ездят можно гулять даже по дорогам и здесь вот тоже видите все в цветах я как обычно опять иду и привлекаю всеобщая нездоровое внимание а вот это у нас торговый центр галерея я иду сюда поесть маленькая зарисовка из российских реалий в туалете туалетная бумага заперта на замок здесь вот замочная скважина и видимо это все сделано для того чтобы не выносили бумажечку потому что если вы хотите вынести вам придется ее так вот снизу отматывать а не просто взял крылочек и унести походу тоже неспроста годами выработана русская привычка тащить все что лежит здесь тоже сказалось и так я зашла поесть и последние два дня я обжиралась всякой гадостью из-за чего чувствую уже себя не очень хорошо ну и вижу лишние жиры в ненужных местах в трассе я заказала крошку картошку такой салат из свежих овощей точнее из капусты свежей и дела два сока первое это якобы ананасовый сок прямого отжима ну попробую что это вроде бы даже сахара в составе не заявлено и второе там ну такой вот из алоя здесь сахар есть но здесь кусочки алоя тоже такая вот вкусняшка поэтому по возможности надо стараться более-менее правильно питаться есть витамины свежие потому что все это сказывается на внешности и если вы поедите какахи то потом не нужно ожидать что у вас вместо лица будет роза что идите то на лице и будет просто какое-то лягушачье царство размножения чувствую себя старушонка которая выпала вот из такого праздника жизни и работу в то время как все веселятся не последнее время приходит куча сообщений от девочек подростков и не только которые начинают рассказывать как у них сложно сложились обстоятельства и просят им перечислить там на что-то деньги буквально сегодня мне написала девочка слезную историю как она не может выйти из дома на улицу и нужно оплатить интернет вот пожалуйста ну помоги мне ну конечно блин я же ради этого работаю чтобы кому-то интернет оплачивать причем когда-то мне написала тоже одна подписчица попросила ей закинуть деньги на телефон указала ник ютубовский вот свой и там была небольшая сумма в общем я перекинула она мне там обещала серьезно верну деньги конечно никто ничего не вернул поэтому я как бы ученые уже и пожалуйста под видом знаете мы же такие друзья дай-ка это воспользуюсь не надо там у меня просить о вещах потому что мне кажется это как-то очень странно по поводу путешествий хотела рассказать потому что последнее время у меня так или иначе эта тема мелькает и еще нет каких-то конкретных планов поехать даже со страдой как бы еще нету наметок каких-то меня еще даже не сформировалась окончательного мнения какие поездки лучше самостоятельные либо в турах что точно знаю что ни за что больше не соглашусь на поездку с туроператором с кучей переездов и городов потому что такие штуки и программу очень круто смотрится на бумаге когда читают что ты побываешь пятидесяти блин городах за два дня и ты думаешь вау я выполнил план пятилетки кто там ездит в один город все дурачки они были в одном городе а я в пятидесяти на самом деле всю дорогу занимают перед пойди блин обязательно ко мне надо подкрадываться я не знала как держать камеру чтобы подслеживать зеркало заднего вида еще всю дорогу занимают переезды и на прогулке как таковые остается там по часу на город то есть вы кроме центральной площади нифига не увидите то же самое что сгонять знаете с помощью google maps и вот так вот через интернет спуститься там по фотке да на площадь он нажать на стрелочки типа повернуться и вот в принципе вы побывали точно так же как ездили сами на часок в общем скорее всего если все-таки получится куда-то поехать будем действовать так сравнивать цены натуры готовы до без переездов то есть там один максимум два горла и самостоятельно прикидывать цену если сами покупать билеты проживание там визу все это как бы самостоятельно организовать и уже от этого плясать что касается туров как я их искала раньше я заходила в поскольку схему набивала самый крупный тур операторы мне высвечивался список потом я переходила на их сайт и на сайте каждого искала какой-то тур до по нужному мне направлению уже из этих туров выбирала самый такой привлекательный но недавно я узнала про сервис треволата совершенно бесплатный который сам лазит по сайтам туроператоров и собирает тура вам выдает одну таблицу причем там можно сортировать по цене и это реально очень удобно потому что не приходится до 10 туроператоров изучать как бы все перед вашими глазами вы просто задаете критерий нажимаете поиск и он выдает вам все возможные туры которые предлагают туроператоры из вашего города причем нужно выбрать самые дешевые если для вас приоритете цена для меня допустим в приоритете стоимость потому что экскурсионную программу я например себе могу организовать у них еще есть приложение в appstore для телефона но честно говоря мне удобнее лазить через сайт потому что ну как-то обзор больше да и можно тут же перейти на сайт гостиницы которая предлагается в туре с фотками так что оставлю внизу ссылку если вы тоже планируете поездки то реально вам может облегчить задачу блин как хорошо после холодной улицы прийти в теплое помещение работы я начинаю обожать свою работу в такие моменты хотя принципе так и люблю у нас сегодня у начальника день рождения поэтому сейчас будут всякие вкусности сбор всего отдела в нашем кабинете и меня отправили мыть овощи самом деле мыть овощи это мое любимое занятие потому что режу я все очень очень криво вот мыть я люблю я всему смыла по два часа поэтому все все устраивает сначала пакетик основной и потом мою овощи и туда докладываю уже вот так вот смыла каждые овощи фрукты докладываю уже все чистенько я закончила работать кстати вот это пальтишко все за него переживали очень сильно не отдала ли я его на самом деле его спасло то что она готовилась к стирке и было не очень чистенько я думаю вынесла но нет она осталась при мне и маме в гости я взяла вот такие что-то творожок воздушное чудо в детстве и в подростковом возрасте я просто обожала шоколад и я в день могла съедать по 100 грамм то есть плитку шоколада и я не наедалась ела 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 вот так что такое произошло у меня одна шоколадка дома может два месяца болтаться не знаю наверное это и есть взрослая жизнь когда ты перестаешь любить сладости пришла на почту к счастью никого нету собственно вот так вот я выгляжу с морями 1 у меня рабочая сумка 2 сумка для посылок картохи и прочих вкусностей кстати сейчас хочу пока серёжа в командировке но он скоро должен приехать уже пойти что-нибудь приготовить то есть сейчас гонять в магазин купить продуктов и что-нибудь намешать вкусненько домашнику потому что блин надо подъехать и тарахтеть что у вас навигатора нету ну не знаю нет спасибо сейчас прям конечно сяду и будут меня вести что-нибудь